Вопрос тем, кто находился в тюрьме с 80-х годов по 2000-е. Какие новшества современной жизни поразили вас больше всего? Энтони Рэй Хинтон отметил людей, которые ходят, уставившись в какие-то штуки в их руках, телефоны, и каким-то образом умудряются не сталкиваться друг с другом. Интервьюер. В день, когда вас освободили, ваш лучший друг Лестер, который навещал вас каждую неделю на протяжении 30 лет, встретил вас. Вы пребывали за решеткой с 1985 года. Вы сели в его машину, и что вам хотелось сделать в первую очередь? РХ. Лестер думал, что я захочу пообедать как следует, но мне очень хотелось съездить туда, где похоронили мою мать. Я заметил, что он повозился с радиоприемником, затем мы выехали на трассу, и какая-то молодая белая девушка сказала, через 150 метров поверните направо. Яж подпрыгнул и сказал, что за чертовщина? И, вы подумали, что в машине сидит белая девушка? РХ. Да, и Лестер хохотал так сильно, что ему пришлось остановиться на обочине. Он сказал, да это GPS. Затем он объяснил, что это за штука, и меня поразило то, сколько же времени я провел в тюрьме. Все вокруг стало другим. Разговаривал по телефону с женщиной, которая хотела подать заявление по поводу пропавшего вклада. Я записал всю информацию и затем спросил адрес ее электронной почты. Она ответила, какой еще электронной почты? Я на каждом шагу слышу это выражение, но поймите и вы меня, я просидела в тюрьме очень много лет. Я помню, как несколько лет назад села в автобус и со мной ехал один старик из центра города в пригород. Когда он, как ни в чем не бывало, достал сигару, один из пассажиров сказал ему, что курить в автобусе запрещено. Он извинился и сразу погасил ее. Он сказал, что его выпустили из тюрьмы сегодня. И когда его арестовали, курить можно было везде, где вздумается. И он был просто шокирован новыми законами. Я как-то раз перевозил заключенного, который был приговорен к пожизненному заключению в 1968 году. Он впервые проезжал мимо здания CN Tower в Торонто. И он был поражен тем, насколько оно высокое. Больше всего его поразило это здание и то, как много вокруг разных марок автомобилей. Муж моей двоюродной сестры, за которого она вышла замуж, пока он отбывал свой 10-летний срок, начиная с 2008 года, хотел первым делом после освобождения пойти в видеопрокат, взять фильм и посмотреть его с ней. И она просто взорвала его мозг, когда рассказала про стриминговый сервис Netflix. Хотя идея просмотра фильма из Netflix в качестве совместного развлечения не сильно отличалась от его изначального плана, но все же он был шокирован тем, что магазинов видеопроката больше не существует. Старшего брата моего друга осудили в 1994 году, и он пробыл в заключении 15 лет. Он говорит, что до того, как его посадили, только самые богатые могли позволить себе иметь телефон в машине. И очень круто, что сейчас у всех есть карманные беспроводные телефоны. А еще он говорит, что во всех рекламных роликах по телевизору в наше время рекомендуют посетить сайт рекламируемого товара, а некоторые рекламируют интернет-магазины, что звучит дико для него, ведь он никогда не пользовался интернетом и даже не видел его. Кроме того, его поразили банковские карты со встроенными чипами и пин-кодами для защиты. Друг рассказывал, что его отец, который провел за решеткой около 30 лет за непредумышленное убийство, надел очки виртуальной реальности, испугался, упал и сломал гарнитуру. Когда я учился в колледже, как-то раз разговаривался на остановке с мужиком, который отсидел 20 лет и освободился неделю назад. Он завел разговор о сотовых телефонах и о том, что теперь мы можем общаться со всеми, глядя на компьютер, который помещается в карман. Он не понимал этого, и мне пришлось объяснять ему, почему обмениваться мгновенными сообщениями удобнее, чем созваниваться. А еще он сказал мне, что его больше всего удивило то, насколько испортились новостные передачи. За решеткой он не мог смотреть новости. И его удивило и поразило то, насколько одновременно ужасными и смешными стали выпуски новостей. Я общалась с женщиной, которая ведет уроки в федеральной тюрьме во Флориде. Она сказала, что когда ее ученики начинают отвлекаться или буйствовать, она как бы невзначай упоминает ту или иную новую функцию последнего iPhone. Эта тема очень их интересует, и они просят повторить все снова. Из серии это случилось с моим знакомым. В начале 2000-х годов я работал с парнем, которого осудили в середине 80-х, и он тогда только откинулся. Он рассказал, что когда впервые вошел в общественный туалет, очень долго думал, как смыть за собой, так как там не было никакой кнопки для этого. Унитазы с сенсором движения были для него в новинку. Один немолодой мужчина снимал комнату в нашем доме несколько лет назад. Обычно мы сдавали ее студентам, но кто-то из знакомых сказал нам, что есть человек, который переезжает в наш город и ищет, где перекантоваться, пока не найдет постоянное жилье. Нас удивило то, что он не искал в интернете объявления о продаже машин или аренде жилья. Он не знал, как пользоваться интернетом и не доверял ему. Мы пытались его научить пользоваться и думали, что он просто старый и упрямый, поэтому противится новым технологиям. Но оказалось, что он провел 11,5 лет в тюрьме строгого режима после того, как его подставили полицейские, и он был осужден за убийство. Все это вылилось в проблемы с доверием и ненависть к таким новым технологиям, как интернет. Несколько лет назад я работал с человеком, который отсидел 10 лет. Его выпустили как раз тогда, когда в моду вошла блютуз гарнитура. По его словам, на первых порах он несколько раз думал, что люди говорят с ним. А еще он до смерти боялся смартфонов. Я взял на работу мужчину, который провел в тюрьме 17 лет. Произошло это в 2005 году. Он купил телефон через неделю после того, как устроился на работу. Он удивлялся как ребенок тому, что можно отправлять голосовые и текстовые сообщения. Еще через неделю он очень разозлился, когда не смог оформить доставку в пиццерии текстовым сообщением. Хочу рассказать о знакомом, вместе с которым я работал. Его посадили, когда он был еще очень юн. Много лет провел в тюрьме, и его бесило то, что на заправках приходилось делать заказ с помощью тачскрина. Он не мог понять, почему он не может заказать то, что ему нужно у живого человека. Я никогда не даю денег попрошайкам, потому что у нас в Далласе, Техас, все не рассказывают тебе одну и ту же историю, когда просят денег. Однако однажды мне встретился мужчина, который только что освободился из заключения, и который показался мне честнее других. Потому что не рассказывал мне грустных сказок. Он всего лишь хотел хуяриться. Произошло это в году 2013. Он подошел ко мне и сказал, Мужик, я только что вышел из тюрьмы. Сидел с 97 года. Все эти люди со своими телефонами с камерами шлют меня нахуй. Один болван обещал поделиться со мной охуенной травкой, если я дам ему 2 доллара. Помоги, пожалуйста. Его искренность и своеобразное чувство юмора рассмешили меня. Это был первый и последний раз, когда мне не жалко было давать денег попрошайке. То, что больше нет необходимости идти домой к другу, если хочешь вместе поиграть в игры. И тот факт, что теперь у всех есть сотовые телефоны. И когда идешь к друзьям, больше не беспокоишься, дома они или нет. А еще компьютеры. У всех в домах есть разные виды компов или доступ к ним. Я помню, как мне сказали, что нужно научиться писать прописью. Потому что в старших классах все контрольные нужно было писать прописью чернилами синего или черного цвета. Моя мама научила меня писать прописью еще в первом классе. Но мне это умение так и не понадобилось, потому что с третьего класса нас начали учить печатать. К тому времени, как я закончил восьмой класс, все контрольные и тесты мы уже делали на компьютере. Что не так с Лего? Раньше они были такими простыми? Да ладно вам, я знаю, что вы знаете, о чем я. Собирать Лего было гораздо проще. Что-то с ними пошло не так, пока я был в тюрьме. Гарри Поттер в Лего, Звездные войны в Лего, сложные конструкции, крошечные блоки. Я не говорю, что это плохо, я просто хочу знать, что произошло. Я смотрела документальный фильм о человеке, которого посадили в 70-е. Кажется, его звали Отис. Он не мог поверить в то, что видели его глаза. Он всегда жил в Нью-Йорке, и со всеми этими неоновыми вывесками город стал совсем другим. А еще эти разноцветные напитки, и все люди ходят с наушниками, будто работают в разведке. Очень интересный фильм. Мой друг освободился две недели назад. Я пытался подготовить его к тому, насколько теперь распространено использование мобильных телефонов, что они есть у всех людей. Я сказал, что он должен быть готов к тому, что увидит огромное количество людей, которые таращатся, не отрываясь на свои телефоны в режиме 24 на 7, и буквально везде. В магазинах, в машинах, на тротуарах, сидя на диване перед телевизором. Буквально все время. Я также сказал ему, что технологии значительно шагнули вперед с тех пор, когда пользовались телефонными раскладушками, которые не были настолько интерактивными без тачскринов. И интернет был намного медленнее, а посадили его 13 лет назад. Естественно, уже на следующий день он позвонил мне сердитый до чертиков. Его бесило, что он чувствовал себя таким тормозом и беспомощным ребенком, потому что он даже не мог позвонить никому по видеосвязи или фейстайм. А еще он не мог понять, как его друг смог продолжить разговор по телефону, когда сел за руль и больше не держал телефон в руках. Ему не нравилось то, что его дети учили его пользоваться современной техникой. Это сильно его удручало. В общем, он постоянно чувствовал себя самым отсталым человеком на земле. Я пытался убедить его, что мы все с таким сталкивались, когда приходилось осваивать новинки. И многие забыли, каково это не знать, как пользоваться чем-то наподобие смартфона. Мы стали принимать как должное то, что умеем пользоваться девайсами, и забыли, что когда-то учились этому с нуля. Сейчас уже он, кажется, смирился с этим, но ему приходится преодолевать свое незнание техники каждый день. И я стараюсь поддерживать его в этом и помогать ему, и он знает, что в самом крайнем случае он может положиться на меня и позвонить мне, поплакаться в жилетку. В современном мире с разумной тюремной системой такой тред должен быть пустым. Миссией тюрьмы не должно быть наказания. Это должна быть реинтеграция в общество. Упечь кого-то на 30 лет и выбросить обратно — это прямая противоположность реинтеграции. Я спросил друга, к чему ему было тяжелее всего привыкнуть после освобождения. Приведу отцензуренную версию того, что он сказал. Закрывать двери. Я уже многие месяцы, буквально каждый раз, забываю закрывать дверь холодильника. В тюрьме ты не можешь открывать и закрывать двери по собственному желанию. И теперь наши домашние животные иногда убегают на улицу из-за того, что я забываю закрыть за собой дверь. Там забываешь все эти правила и приходится учиться всему заново. Какая из новинок больше всего тебе понравилась на свободе? Игра Candy Crush. Берет в руки телефон и начинает играть. Через пять минут кричит, что перешел на новый уровень. Как же это мило. Мой отец как-то раз нанял на работу на день одного чувака. Его посадили примерно в конце 80-х и выпустили в начале 2010-х. На тот момент прошло около двух недель после его освобождения. И мой отец в шутку сказал ему, «Ты, наверное, очень удивился, когда услышал про Майкла Джексона». Он ответил, «Да, его смерть – это ужасная трагедия». Мой отец сказал, «Нет, я про то, что он делал с детьми». Отец сказал, что никогда не видел такого шока на лице человека, как у этого чувака, когда он прочитал газетные статьи о Джексоне. Помню, как помогал парню, которого посадили в 2005-м. Откинулся в 2014-м. У него был телефон с черно-белым экраном. И он спрашивал, где можно купить зарядник для него. Мне пришлось ему объяснять, что он нигде уже такой не найдет. Не прошло и трех месяцев, как он бросил. «Ну, мне нравится iPhone, но я подожду, пока выйдет новый». Довольно быстро адаптировался. Отсутствие проводных телефонов. Когда я был ребенком, то считал автомобильные телефоны очень крутым изобретением. Мы купили такой БУ-телефон в магазине Olds Mobile, но так им и не попользовались, потому что абонентская плата была очень высокой. Но зато в нашей машине был телефон. Я очень этим гордился, когда мне было 6 лет. Отец моего друга сказал, что его поразило то, какими грубыми и шумными стали женщины. Он съездил в город выпить как-то вечером, и потом говорил, что женщины голосили, матерились, их тошнило прямо на улице. Он попробовал поучить уму-разуму группу молодых девушек, но они послали его на... А еще он не мог смириться с тем, что огромное количество людей без конца фотографирует себя. Мы живем в Великобритании, если что. Один мой знакомый рассказывал о человеке, которого приговорили в 70-е и выпустили где-то в 2015-м. Первое, что удивило его, это то, что все ходят по улице, разговаривая с самими собой. Затем кто-то объяснил ему, что люди просто говорят по телефону с помощью маленьких штучек в ушах. Другое, что удивило его, это то, что он в метро пытался уступить место молодой девушке, но она отказалась, а когда он стал настаивать, она поругалась с ним. Я так понял, в конце концов она села, но мужчина был расстроен тем, что женщина не соглашалась сесть на его место, даже несмотря на то, что он был уже седым стариком. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео.